Аэропорт Победилово Меня зовут Наталья Бакирина. Здравствуйте. На ветке в черте города кировчане заметили ледоход. Активная фаза еще не началась, но в некоторых населенных пунктах уже устраняют подтопление. Подняться на детской кляске очень сложно. Кировчане жалуются на отсутствие пандусов. Вместо них устанавливают так называемые швеллеры. А все ли по правилам, расскажут эксперты. Нагрузка вполне допустимая, вполне нормальная. Я думаю, что все учителя и специалисты, они представляют возрастные особенности детей. В России предлагают убрать часть контрольных работ в школах и сократить объем домашнего задания. Для чего это нужно и какая нагрузка у школьников сегодня? В круизы по Средиземному морю можно отправиться тоже из Турции. Это легко добраться. Спрос вырос. Турагентства отмечают всплеск бронирования отдыха россиян в Европе. Расскажем о самых востребованных направлениях. Лед тронулся. В Кировской области начался ледоход. Многочисленные фото и видео появились в соцсетях. Вятка в районе Старого моста вскрылась, хотя эксперты прогнозировали, что это произойдет в конце первой декады или в начале второй декады апреля. Это на 5-10 дней раньше нормы. Сроки вскрытия реки поменялись из-за погоды. В Кировской области потеплело до плюс 15 градусов. К сезону плаводия готовы все службы, сообщили в правительстве. Тем временем большая вода уже пришла в село Русское из-за обильного таяния снега в полях. Подтопила проезжую часть на улице Комуны и территории нескольких домов. В администрации города рассказали, что водопропускные трубы прочистили, но они не все справились с сильным потоком воды. На сегодня подтопления территорий уже нет. Паводок в селе Русское завершился, сообщили в отделе загородных территорий Октябрьского района. Тем временем в Кировской области ожидается похолодание. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам температура воздуха может опуститься до отрицательных значений. В центральной части страны в ближайшие дни ожидается до плюс 4 и ниже, но это продлится недолго. Уже в десятых числах месяца погода вновь станет весенней. В некоторых регионах воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Что касается Кирова и области, сегодня столбики термометров показывают от 11 до 16 градусов тепла. А уже завтра температура может опуститься до 1 градуса. Ночью местами по области до минус 1. Также возможны небольшие дожди. Кировчанки с колясками соревнуются в ловкости. Все дело в том, что в нашем городе практически нет пандусов, говорят молодые мамы. Вместо них устанавливают так называемые швеллеры. Однако по рельсам проехать могут не все. Коляски туда просто не входят. Кирилл Комаровских продолжит тема. Подняться на детской коляске очень сложно. Для этого нужны либо крепкие мужские руки, либо нужно устанавливать новые швеллера. Еще летом развалившуюся лестницу на Луганской 62 привели в порядок. Помимо бручатки и перел установили швеллеры. Однако не угадали с шириной между рельсами. Теперь семейная прогулка больше напоминает штурм лестницы, нежели приятное времяпрепровождение. Эти швеллера установили примерно в августе, когда я была еще беременная. Я очень обрадовалась, что скоро буду гулять на коляске и смогу спокойно спуститься. Но, к сожалению, так не произошло. Мы с Машенькой не можем выйти погулять по-хорошему. И нам приходится обходить все вокруг дома. Вчера Екатерина написала пост с жалобой. Городские власти ответили, что за 7 дней решат, как выйти из положения. Возможно, установят полноценный пандус. Кстати, швеллеры подходят для транспортировки грузов, а не людей, отмечает эксперт Народного фронта. В нормативно-технических документах эти швеллеры называются красивым словом «аппарель». И есть такой документ, называется свод правил 59-й. О нем много говорят, о нем знают подрядчики, о нем знает, естественно, администрация города и все строители. Так вот, в нем прямо прописано, что аппарели запрещены. Выходит, что установка подобных конструкций незаконна. Эксперт связывает их появление с низкой стоимостью, оборудовать пандусы куда дороже. Никакие пандусы и швеллеры не предусмотрены здесь, в надземном переходе на улицы Ленина. Зато есть вот такой грузовой лифт, который выглядит очень основательно. Заходим внутрь, нажимаем первый этаж. Как бы сделали это люди с колясками, но лифт не едет. При этом городские власти сообщили, что лифты починили. Однако местные жители, зная о проблеме, не спешат заходить в кабину. Есть два подъемника. Подъемник с той стороны и с другой стороны. Но вот я подходил и сегодня смотрел. Там, скажем, кабина открывается, но ехать я не осмелился. Активисты призывают представителей Ленинского теруправления обратить внимание на проблему и, наконец, исправить подъемники. Кирилл Комаровских, Алексей Стахиев, Бюро новостей, Довича. Кировчане жалуются на погибшие деревья. Сразу несколько пришлось срубить у малахита. Они росли там, где находится георешетка. Она нужна, чтобы укрепить склон. По словам активистов, из-за этой конструкции зеленые насаждения погибли. Когда кладут георешетку, уровень земли повышается. Дерево оказывается глубоко вкопано и впоследствии начинает гнить и разрушаться. Так было с березами у малахита. Теперь активисты просят извлечь выжившие растения из земляного плена. В противном случае их также придется спилить. В этом месте все деревья погибли. Некоторые погибли в тот же год. По пням можно увидеть, что они спилены не в этом году. Некоторые спилили вот уже сейчас. То есть дерево не обязано после заглубления шейки погибнуть в первые 5 минут. То есть, конечно, мы можем этого не увидеть. Но через несколько лет все равно при воздействии земли на корневую шейку будет все равно смерть дерева. По словам представителя дирекции благоустройства, георешетку в свое время оборудовал застройщик власти. В данном случае отношения к ней не имеют. Конструкция действительно пагубно влияет на деревья. Однако есть и другие негативные факторы. Тем не менее, специалисты дирекции благоустройства уже выезжали к малахиту. Есть заключение экспертов. Сейчас вопрос в том, кто и как все исправит. На данном участке, да, георешетка была уложена с определенными нарушениями. Ее необходимо переделать. Кто будет переделывать? Ну, тут вопрос такой риторический. То есть подумаем, посмотрим, либо своими силами сделаем, либо силами подрядчика. Времени на жизнь и занятия не остается. В России хотят сократить количество домашнего задания и проверочных работ в школах. Такое предложение поступило от президента Владимира Путина. В Госдуме, в свою очередь, считают, что дети слишком загружены и все свое время посвящают учебе. Так ли это выясняла Елена Шарыгина? Лена, ну действительно дети настолько загружены сейчас? Отвечу, как мама школьника. Да, заданий домашних бывает очень много. Часто бывают контрольные и проверочные. Но вместе с этим времени на тренировки, репетиторов, отдых, прогулки у ребенка хватает. Но это пока только начальная школа. В среднем звене предметов больше, поэтому и нагрузка больше. Говорят родители детей постарше. Сегодня я обсудила этот вопрос с многодетной матерью Мариной Сунцовой. У нее пять детей, трое из них учатся в школе. Как раз из-за большой нагрузки Марина и забрала детей из обычной школы и перевела в частную. Чтобы больше времени было на занятия музыкой, например. Говорит, результат есть. В обычной школе ей бы пришлось сокращать занятия музыкой. А у нее сейчас как раз толчок пошел в музыку. И возможно она выберет это как будущую профессию свою. И поэтому, когда люди начинают разговаривать о конкретных домашних заданиях, ну вот у меня вопрос, почему опять про домашние задания, почему не про систему в целом, понимаете? Опять начинается какое-то точечное лечение. Почему нельзя сделать так, чтобы как-то всю систему просмотреть и плавно это решить? А в школах вообще поддерживают сокращение домашнего задания? На этот вопрос мне сегодня ответил директор Шиховской школы Андрей Хохряков. Он не согласен с тем, что дети загружены до такой степени, что живут только учебой. По его словам, если правильно настроить режим дня ребенка, можно успеть все. К тому же педагоги в своей работе ориентируются исключительно на учебный план. Никто специально школьников домашним заданием и контрольными не заваливает. Нагрузка вполне допустимая, вполне нормальная. Я думаю, что все учителя-специалисты, они представляют возрастные особенности детей, знают их особенности развития. Я думаю, что в соответствии с этим и дают вот эти и на уроках, и во внеурочной деятельности, и домашние задания. Речь не идет о полном отказе от самостоятельных занятий дома. Оптимизация учебного процесса нужна для того, чтобы у детей было больше времени на дополнительные кружки и секции. Такое мнение озвучила депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее коллега Лариса Тутова рассказала, жалоб от родителей действительно много. Часто дети занимаются уроками все свободное время. Тогда как существуют специальные нормы, сколько ребенок должен заниматься. В начальной школе на уроки положено тратить не больше двух часов, в средней – три часа. По факту же эти стандарты не соблюдаются. Потому что домашние задания – это часть школьной программы. Это отработка навыков самостоятельной работы. Это закрепление того материала, который в школе дети проходят. Но, к сожалению, бывает так, что у нас и учителя очень сильно загружены, и на уроке им приходится и повторять домашние задания, и давать новый материал, и готовить детей к тем многочисленным контрольным работам. Отменить домашние задания предлагали уже не один раз. Об этом часто говорят депутаты Госдумы. В нашем случае парламентарии хотят заменить типовые монотонные объемные задания на более творческие, нестандартные и интересные задачи. Лена, ты помогаешь своему сыну делать домашние задания? Ну, если у него что-то не получается или он не понимает, то я, конечно же, объясняю ему. А так я просто настраиваю процесс и контролирую, чтобы все было сделано. Надо сказать, что таких большинство. Об этом расскажем далее. Чтобы детям было легче с уроками, большинство родителей им помогают. Это итоги опроса крупного сервиса по поиску работы. Например, 79% родителей помогают с домашним заданием ученикам начальной школы. 89% родителей делают уроки вместе с детьми, которые учатся в среднем звене. В 10-11 классах детям с уроками помогает лишь каждый шестой родитель. Мы спросили подписчиков группы «Девятка ТВ» ВКонтакте, нужно ли помогать детям с домашним заданием. Подведем итог. 42% опрошенных считают, что помогать нужно, если детям сложно. 25% уверены в том, что дети должны учиться самостоятельности. На третьем месте ответ «Да, но только в начальной школе». Его выбрали 23% респондентов. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Как вы считаете, нужно ли помогать детям делать домашнее задание? Да. Почему? Ну, очень сложно адаптироваться сразу и так делать домашку. Тем более, очень много материала сейчас в школах. Ничего, ну, мало что понятно, если не объяснять. А один учитель на 30 человек, ну, тяжело каждому объяснить. Приходится как бы дома, чтобы родители объясняли все равно. Я своим не помогала. У меня отличные ребята выросли оба. Один с красным диплом закончил высшее заведение, второй с красным два. Поэтому я не помогала. У меня больше наслаждения. Это самостоятельность. Вы знаете, ну, 50 на 50. Почему? Ну, помочь нужно на то, что ребенок не понял. Лучше всего объяснить. Потому что дальше пойдет быть снежный ком, я считаю. Не понимаешь одно, дальше пойдет наслаиваться на другое. Я считаю, не столько помогать, столько объяснить то, что ребенок не понял. Я считаю, да. Почему? Смотря какому возрасту. А вот как вы считаете, какому возрасту лучше? Ну, начальный класс, все равно нужно помогать. А дальше можно уже, ну, контролировать нужно, но я думаю, что должны уже самостоятельно делать. Не могу прокомментировать, к сожалению, потому что я еще молодая мама, ребенок пока мне не учится. Я расскажу, как бабушка. В наше время мы делали все сами. Но, насколько знаю сейчас, очень привлекают к родителей, к помощи детям и вовлечению. Но, наверное, я по-прежнему против. Я считаю, что нужно помочь на начальном этапе. А потом, надеюсь, что ребенок должен справляться сам. Из Кирова прямым рейсом за границу. Аэропорт Победилово может стать международным. Об этом не только. Я расскажу во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. ОРВИ и гриппом кировчане стали меньше болеть. В Роспотребнадзоре рассказали, заболеваемость сейчас ниже эпидемического порога почти на 42%. При этом на детей до 15 лет приходится 43% от всех зарегистрированных случаев ОРВИ. Количество заболевших ковидом не изменилось по сравнению с прошлой неделей. Специалисты призывают не расслабляться. По итогам мониторинга в области циркуляция вирусов продолжается. При первых признаках болезни врачи рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Родителям также напомнили, что везти детей в садик или в школу с признаками болезни не стоит. О риске поймать вирусные инфекции врачи тоже рекомендуют помнить. В период межсезонья, когда иммунитет ослаблен, а также при смене погоды, можно быстро заразиться. Как следствие оказаться на больничном. Как этого избежать и не заболеть? Смотрите далее. Временная потеря работоспособности, удар по здоровью, срыв в всех планах. Эти и другие негативные последствия ожидают тех, кто заразился респираторными заболеваниями. Весна обманчива. Это, говорят, не просто так. Солнце греет, но ветер еще холодный, снег быстро тает и превращается в лужи под ногами. При появлении первых симптомов нужно обратиться к специалистам. Дело в том, что назначить подходящее лечение, безопасное для организма, может только опытный врач. Но есть профилактические рекомендации, эффективность которых врачи не подвергают сомнениям. В 49 регионах страны за неделю зафиксирован рост числа заболевших. Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев. Важную роль в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций играют противовирусные препараты. К таковым относится у мифенавир препарат Арбидон. Арбидон разработан отечественными учеными, однако интерес к нему в мире громаден. Множество исследований проведено в России, Китае, Западной Европе, Соединенных Штатах Америки. Медики советуют принимать противовирусные препараты. И эта рекомендация не кажется излишней, особенно на фоне статистики Роспотребнадзора. Что еще можно сделать, чтобы снизить риск заражения? Мыть руки и промывать нос – это как минимум. А еще хорошо спать, правильно питаться, подобрать подходящие витамины и больше двигаться. Время путешествий россияне активно интересуются Европой. Спрос на нее заметно вырос, об этом пишут РИА Новости. Чаще всего туристы покупают экскурсионные путешествия и отдельные поездки в Италию, Францию, Черногорию и на Кипр. Представители отрасли отмечают в прошлом году, из-за неопределенности с выдачей виз и отсутствием прямых рейсов Европу, большинство операторов в продажу не ставили. Ситуация поменялась. Сейчас в топе популярности Италия, а также комбинированное путешествие сразу в несколько стран. По словам экспертов, туротрасли уехать в Европу сейчас намного проще. И вот почему. Представители туриндустрии. Не так активно, как до пандемии, но все же. Что касается цен, 10-дневная поездка на двоих в Грецию на июнь, например, стоит от 150 тысяч рублей. А вот какие направления выбирают кировчане. В этом году мы активно, в принципе, бронируем Грецию, потому что у нас есть полетная программа на остров Крит. И кировчане туда бронируются, потому что Греция в целом выходит по цене Турции. Это что-то новое, необычное. Ну и мы все-таки соскучились по Европе. Плюс активно бронируют круизы по Средиземному морю, потому что в круизы по Средиземному морю можно отправиться тоже из Турции. Это легко добраться. И мы отправляемся в Италию, опять же в Грецию. Из Кирова в другие страны прямым рейсом областные власти направили заявку на открытие международного терминала в Победилово в федеральное правительство. Решение примет профильное министерство. Если оно будет положительным, Кировская воздушная гавань получит международный статус. Однако есть ряд требований. В первую очередь это отдельная взлетно-посадочная полоса, ангары, необходимое аэро, навигационное оборудование. Сейчас в Победилово этого нет, рассказал депутат областного ЗАГСобрания Альберт Бекалюк. Он сомневается, нужны ли Кирову прямые рейсы за границу. Строительство международного терминала стоит больших денег. Только сейчас на ремонт было потрачено больше миллиарда. К тому же международный терминал требует соответствующего обслуживания. Нужно иметь международный терминал, в котором будут находиться и пограничная служба, и таможенная служба, карантин и прочие-прочие сопутствующие, в том числе даже магазины беспошлиной торговли. На мой взгляд, я бы считал, что правительству в данном вопросе нужно соизмерять желания и возможности. С нашим бюджетом, я считаю, есть другие приоритеты. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. В студии работала Наталья Бакерина. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин